Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Фонд «Пятое время года» обеспечивает работу штабов политика. Иск с требованием о ликвидации подло Министерства юстиции России. Ведомстве утверждали, что в ходе проверки они обнаружили нарушения в работе организации. И суд иск Минюста удовлетворил. Ликвидировать фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года» и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц. Юристы фонда назвали решение суда беспрецедентным по скорости и по форме. В ноябре российские власти проверяли «Пятое время года» по заявлению прокремлевского юриста Ильи Ремесло. Тогда он обвинил Навального и начальника его штаба Леонида Волкова в махинациях. Сам Навальный уже подал встречный иск. Он требует признать результаты проверки Минюста незаконными и заявлять, что иск — это политическое решение. Через фонд «Пятое время года» проходила большая часть платежей на агитационную кампанию Алексея Навального. Он планировал баллотироваться в президента России, но до выборов его не допустили. Всегда выносится сначала предписание, а в дальнейшем уже, если предписание не исполняется, то могут ликвидировать. Но в данном случае никаких предписаний не было. По части замечаний они даже не смогли назвать конкретную статью, пункт и конкретные действия, благодаря которым они обратились в суд. Считаем незаконным, будем обжаловать его. Россия призывает Турцию к сдержанности, уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Комментируя позицию Вашингтона, Лавров сказал, что в Москве, цитирую, давно обращают внимание на действия США в Сирии. Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, ничего не остается, кроме как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательные провокации. Турецкие войска сейчас проводят военную операцию против сил курдов в Сирии. Они начали атаки в субботу. По словам турецкого премьер-министра, главная цель — создать зону безопасности на границе. Сирийские курды — одни из главных союзников США в борьбе с террористами исламского государства. Курды говорят, что жертвами турецких авианалетов и обстрелов уже стали 20 мирных жителей, в том числе и дети. Анкара называет убитых террористами. В ответ курские отряды выпустили ракеты по турецким городам Килис и Риханлы. Погиб как минимум один человек, еще десятки ранены. Папа Римский Франциск завершил свое латиноамериканское турне. Его прощальная месса в Перу собрала более миллиона человек. В ней понтифик говорил о том, что большая часть стран Латинской Америки находится в глубоком кризисе из-за коррупционных скандалов и алчности. Он призвал церковь и общество бороться с этим злом, не забывать о сострадании и милосердии. В ходе своего визита в Латинскую Америку папа неоднократно говорил о коррупции, а также о проблеме сексуального насилия в церкви. Вчера в Перу тысячи верующих сопровождали кортеж понтифика, который направлялся в аэропорт. Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль. Это первый визит представителя Соединенных Штатов такого уровня после того, как Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньях уже назвал Пенса великим другом и подчеркнул, что лидерство США незаменимо для урегулирования ближневосточного конфликта. Палестинский лидер Махмуд Аббас от встречи с Пенсом отказался. Сегодня Пенс встретится с Нетаньяху и посетит заседание израильского парламента. Визит политика планировался на декабрь, но был отложен на фоне протестов из-за решения Трампа по Иерусалиму. Перед визитом в Израиль вице-президент США посетил Иорданию и Египет. Лидеры этих стран поддержали право палестинцев на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Но Пенс заявил, что Вашингтон готов поддержать такое решение, если оно будет принято.